Снова в эфире программа Hard Day is Night. Это прямой эфир в нетрадиционное время. Сегодня не вторник, а среда, но мы работаем в прямом эфире. И сегодня у нас в студии Виктор Виксельберг. Пожалуйста, Юлия Таратута. Виктор Феликсович, тут еще несколько событий политических произошло, связанных, очевидно, с вашей деятельностью. Вот, например, первый замглавы администрации Вячеслав Юрьевич Сурков, который имел отнош... Вячеслав, Вячеслав Юрьевич Сурков. Уже забывайте. Вячеслав Юрьевич Сурков, да, он, значит, ушел из Кремля работать в правительство. И работает теперь вице-премьером, профильным. Это значит, что и работа со Сколковой перемещается из сердца, из Кремля в Белый дом? Или все как-то иначе? Да нет. Вячеслав Юрьевич был одним из прародителей, сторонников этого проекта. Он остается им сегодня, но надо понимать, что на самом деле Сколков с первого дня работает все равно с правительством. И мы в тесном взаимоотношениях работаем с основными министерствами, ведомствами. Хотел вернуться к вашему вопросу по поводу полиции, милиции и так далее. У нас есть соглашения с МЧС, и с таможенной службой, и с налоговой службой, которые создали, так сказать, специальные группы поддержки деятельности нашего проекта, за что большое спасибо, потому что... Извините, я у вас перебью. А соглашение с МЧС, это чтобы пожарная охрана не кошмарила те компании, которые в Сколково базируются? Да нет, ровно наоборот. Соглашение с МЧС о том, чтобы пожарная охрана... Тушила их, тушила пожар. Не в первую очередь, а вовремя. У нас нет никакого особого статуса. Я просто говорю о том, что правительство, оно всегда было в логике соответствующих министерств, нашими партнерами. За что им отдельное спасибо. Возвращаясь к вашему вопросу. Я, честно говоря, воспринял переход в Славович. Я не знаю, как он в душе переживает эту, так сказать, трансформацию. Тяжелую утрату. Да. Очень положительно. Я его знаю как человека очень целевого, цепкого, проектного. И мне кажется, что поддерживая проект Сколкова, в чем я не сомневаюсь, он окажет существенную поддержку уже в позиции вице-премьера. То есть всю свою энергию, которую он раньше управлял на внутреннюю политику, он сейчас направит именно на инновации? Ну, коллеги, скорее всего вопрос все-таки к Владиславу Юрьевичу по поводу всей своей энергии. Может, он еще куда-то направит. У него круг задач достаточно широкий, насколько я понимаю, сходя распределение обязанностей. Помимо достаточно маленького проекта Сколкова, у него там много головной боли еще связаны со всеми многочисленными другими проектами. И не только проектами, а вообще отраслями. Поэтому надеюсь, что он нас не забудет. А какого нового куратора, извиняюсь, в Кремле вам не собираются назначить? И кто может это стать, если кем? Кто может им стать, если кем? Вы знаете, я вообще считаю, что такое понятие, как куратор, слегка придумано. Да, потому что Сколков появилось как решение комиссии по инновациям при президенте. И Сурков и Дворкович были, так сказать, активными участниками в разных, так сказать, позициях. И они остаются активными участниками. И комиссия регулярно рассматривает отчеты, планы. Я думаю, что... Я надеюсь, что ничего принципиального не изменится, только улучшится. А Володину интересен проект Сколкова? Володин знает про проект Сколкова. Если надо, он окажет, что будет содействием. Но я думаю, что это не в сфере его приоритетов. Смотрите, у нас здесь тоже все вполне инновационно. И приходят сообщения от наших зрителей через Твиттер. И очень многих из них интересует история с продажей торгпредства венгерского компании, группы компании Ренова. Возбуждено все же или не возбуждено уголовное дело? Это тоже, ребята, отношение к Сколкову, да? К Сколкову? Ну, так или иначе, да. Ваша репутация, это... Это репутация... Это ценнейшее, что есть у Сколкова. Спасибо, коллеги. Я очень благодарен вам, что вы забудете о моей репутации. Нет, не возбуждено. И я буду очень сильно удивлен, если оно будет возбуждено. Откуда вообще вся эта история взялась? С чего вдруг? Ну, у каждого свой бизнес. А это чей бизнес? Ну, у инициаторов, наверное, есть свой интерес. Ну, вы имеете в виду, кого сейчас? Ну, я думаю, все хорошо знаете, кого я имею в виду. Я имею в виду господина Навального, который активно педалирует эту ситуацию. Мы не видим никаких оснований для этого. Что это его какие-то бизнес-интересные? Не знаю, не знаю, не знаю. Вы говорите, у каждого инициатора свой бизнес, то есть он из каких-то своих бизнесов? У него свой бизнес, он у нас там занимается какими-то проектами. У нас свой бизнес. Я поэтому и сказал, у каждого свой бизнес. Вот вы, кстати, говорили о том, что когда начинали проект Сколково, вы не думали, что будет такое количество негативных откликов и такое количество критики. Вам кажется то, что эта критика, ну, в том числе в интернете, она с чем связана? Это тоже какой-то, не знаю, заказ, может быть, бизнес-заказ или вот почему? Вы знаете, я оптимист вообще в душе, и у вас канал тоже там, по-моему, содержит оптимист. На есть вы разделите мой оптимист. Я уже говорил, буду продолжать говорить о том, что в нашей стране нужны такие проекты, Сколково как институт развития, я уверен, будет востребован и докажет, так сказать, свою правоту существования. Я думаю, что связано в какой-то мере то, что даже сегодня звучит, все-таки вы относитесь к категории высокообразованной прослойки нашего общества, но даже у вас не было понимания о том, что такое проект Сколково. Мне кажется, это связано с тем, что люди в некоторой мере недооценивают или недопонимают то, чем мы занимаемся. И по мере продвижения нашего проекта и создания, так сказать, и появления конкретных результатов, я думаю, что вот эта неопределенность будет уходить, будет появляться больше четкости и ясности. А самое главное, результаты должны говорить за себя. Вот если из этих 300 с лишним компаний, которые мы имеем сегодня, к концу года, я надеюсь, мы имеем 500 компаний, хотя бы десятая часть, 50 компаний выстрелят, я буду считать, что наша миссия абсолютно выполнена даже. Потому что, если мы брать аналоги, например, более-менее аналогичный проект в Сингапуре, который насчитывает уже порядка 15 лет, значит, у него два кластера, там, биомедицинский и айтишный, или медиан более, там, точно говорить. Когда мы с ними обсуждали, они, я сказал, во сколько у вас компаний выросло в течение всего срока существования проекта до реальных масштабов успешной компании? 30. Ну, это говорит о том, что это очень трудное, серьезное, хлопотливое дело, но очень необходимо. И я еще главное подчеркнул, коллеги, о том, что мы с вами говорим. Когда я говорю, что инновация – это экономика знаний, я говорю о том, что человеку надо измениться. Там человеку надо поверить в то, что он может делать инновационный продукт в России, а не уезжать туда. И когда вы говорите, приведите пример компании, когда мы приезжаем за границу, там, в компанию, в какую-то гугл, где отовсюду слышится русская речь, или в какую-нибудь другую, там, тот же АБМ или еще кто-то. Это говорит о том, что люди просто не находили возможности для реализации себя у нас. Но далеко не все из тех, кто не нашел здесь реализации и уехал, стремится в Сколково. Например, это господин Нобелевский лауреат, господин Новоселов, здесь же в эфире Телеканал тоже, по-моему, говорит. Да, рассказывал, что он не верит в Сколково, потому что невозможно ничего вырастить и имплантировать сверху. Сверху никто ничего не имплантировал. Ну как, ну государство же, то есть это государственный проект. Он говорит то, что... Да нет, конечно, коллеги, но вот кто вам бы сказал, что это государственный проект. У нас государственные деньги, это правда. Но у нас фонд Сколково состоит и оперируется из всех других процессов и процедур, которому государство не имеет никакого отношения. У нас создан совет фонда, который состоит наполовину из российских представителей, наполовину из иностранных. Туда вошли достаточно уважаемые люди во всем мире. Руководитель ведущей компании иностранных и так далее. Решения принимают они. Если бы не протекция, вот как бы и благословение президента Медведева, вот все бы это тоже так вот срослось бы и... Нет, срослось бы, дам стартап, даны деньги, и дальше мы будем активно бороться за то, чтобы в формате Сколково человек был свободен. Потому что несвободный человек не может быть реальным инноватором. Он должен делать то, что он хочет делать. Простите, вы нас сейчас упрекнули немножко в том, что мы недооцениваем и, может быть, не верим в идею Сколково. Но вот мы не одни такие. Я вот прочитал сегодня сегодня... Подождите секундочку. Я вас упрекнул в другом. Я вас упрекнул в том, что вы не знаете о том, что из себя представляет про Сколково. Ваше право как человека верить в это или не верить. Но наш разговор с вами должен быть достаточно профессиональной с точки зрения того, что мы хотя бы об одном говорим. Кстати, возвращаясь, между прочим, к критическим комментариям, то мы максимально стремимся коммуницировать с различными сообществами для того, чтобы понять, что мы можем делать не так или чего не делать. Год тому назад, абсолютно точно, была Масленица в прошлом году, когда мы еще были совсем молодые, нам было всего-то там несколько месяцев. Мы пригласили блогеров, которые наиболее активные комментаторы того, чего мы делали. Алексей Навальный. В частности. Он пришел? Он не пришел. Вот, извините, я пригласил. Вы совсем недавно коммуницировали с британской общественностью, насколько я понимаю, привлекали британские компании, в том числе приезжать работать с Сколково. И вот, как широко писала пресса, бывший министр по европейским делам Великобритании Денис Макшейн, он, наоборот, вот тем временем активно агитировал не ехать с Сколково. Там написал открытое письмо министру торговли, в котором писал, что в России такое отношение к инвестициям, что по нормальному работе там невозможно. Он вспоминал дело Магнитского, как вот пример, как обращаются в России с инвесторами. Вот вам, как кажется, то есть, как вы оцениваете такую критику, и вот как вам кажется, насколько обоснованы такие опасения того же Дениса Макшейна? Ну, давайте мы, мы все-таки живем здесь, мы граждане этой страны, я надеюсь, все мы хотим, чтобы она изменилась. Мы хотим этого, да? Каждый этот, это делает... Мы тут сидим. Именно для этого. Я надеюсь, что каждый выбирает для себя какой-то путь для того, чтобы сделать что-то, которое послужит в силу его представления о необходимости тех или иных изменений, этому процессу изменений. Вот мы часто слышим эту историю, какие к черту инновации, если у вас там высокий уровень коррупции, если у вас там инфраструктуры нету, если у вас там еще куча всего. Я всем говорю, да, вы абсолютно правы. У нас этого всего нет, у нас там зачастую встречаются известные нам ситуации с господином Магнецким. Ну и что мы должны с вами сидеть и ждать, когда в нашей стране все будет идеально, и тогда начинать проект. Почему не расследовано дело Магнецкого, почему знаменитый вот этот список Магнецкого, никаких сигналов от власти нет? Ну я не согласен с вами, что нет сигналов от власти. Знаете, вот традиционная ситуация по делу Магнецкого, вопросы регулярно задаются власти, и власть дает, как мне кажется, вполне конкретные ответы. То власти не нужны такие ситуации, которые произошли с Магнецким. Неужели вы считаете, что власть защищает среду и ситуацию, которая порождает ситуацию с Магнецким? Да нет, конечно. Нет, если говорить по факту конкретно про дело Магнецкого, то то, что мы видели несколько дней назад, это вышедшая на свободу следовательница. А людей, которые реально понесли наказание за это, они отсутствуют. Ну, слушайте, там же есть процессы, процедуры. Я не юрист, мне тяжело на эту тему говорить. И судить там, было это сделано в рамках тех процессуальных норм, которые предполагают такое действие или нет. Вы согласитесь о том, что, если мы говорим о изменении многочисленных правовых режимов и правил, а декриминализация экономического, так сказать, законодательства, где многие люди сегодня точно так же вышли на свободу, лишь только благодаря тому, что статьи экономического преступления, которые раньше трактовались как криминальные, сегодня перестали так трактоваться. Те или иные ошибки в налогах или в отнесении затрат, которые трактовались как хищение, мошенство, сегодня они не трактуются как криминальные истории. Это очень правильно. Максим Кашин. Да, я, собственно, хотел продолжить вопрос, который задавал Михаил. Он касается иностранных инвесторов. Одна из задач фонда Сколково – привлечь сюда иностранных инвесторов с их деньгами, с их технологиями, с их специалистами, с их опытом в менеджменте. И история показывает, что инвесторы очень чутко реагируют, даже не на какие-то конкретные какие-то случаи, а в целом на политическую ситуацию в стране. И вам приходится с инвесторами общаться сейчас. Что они думают? Как они оценивают, с одной стороны, волну протестных настроений в России, а с другой стороны, как они оценивают будущее президентства, ну, скажем так, будущий президентский срок? Что, чего они ждут? Ну, давайте говорить о том, что вы абсолютно правы, что инвесторы на самом деле, в первую очередь, голосуют рублем. Коллеги, не строите иллюзий по поводу того, что тот и длиной инвестор принимает решение исключительно с точки зрения, так сказать, норм, правил или еще. Если он увидит высокую норму доходности, ну, будут цитировать Карл Маркса, он все равно придет и будет инвестировать и будет зарабатывать здесь деньги. Безусловно, если при этом еще будет обеспечена комфортная среда, он будет только ратовать за то, чтобы это было. Но те результаты, которые наш проект достиг за эти полтора года, а именно достигнуты соглашения с крупными корпорациями, которые готовы прийти и разместить здесь свои исследовательские центры, говорят о том, что они верят в нашу страну. Потому что одно дело прийти сюда торговать продукцией, которую все могут делать, другое дело принять решение и разместить на площадке свою науку, привезти сюда свои технологии и заниматься этим в долгосрочную перспективу. Значит, проведя такой анализ, оценив все риски, они все-таки принимают свои такие решения. Мы работаем... Ситуация изменилась достаточно серьезно за последние пару месяцев. Да, она изменилась только в лучшую сторону, коллеги. Ну, неужели вы считаете, что она изменилась в худшую сторону? Конечно, в лучшую сторону. То есть, скажем, декабрьские митинги обрадовали инвесторов? Ну, я имею в виду слово «обрадовали». Вы знаете, это такое... Инвесторы не сильно радуют нестабильность. Но то, что декабрьские митинги, как вы говорите, являются фактором проявления того, что страна демократизируется или движется в правильном направлении, ну, это объективно. Но это же очевидно, и все в значительной степени мы люди разных взглядов, разных политических предпочтений. Да дай бог, пускай все это живет и развивается, и процветает. И последнюю инициативу мы тоже видим. Ну, если не будут доведены до конца, во что я хочу твердо верить, ну, у нас будет достаточно широкая палитра разных политических мнений. Что в этом плохого? Замечательно, хорошо. Поэтому инвесторы на это тоже реагируют. Тоже реагируют. К нам приходят вечерные фонды, которые на самом деле к России относились вообще скептически. Но они приходят сегодня со своими деньгами для того, чтобы вкладывать в проекты, которые мы поддерживаем. Они готовы с нами сотрудничать. Это тот конкретный... Это не придуманная, это не теория, это не лозунги. Они приходят, регистрируются и вкладывают деньги. Юрий, пожалуйста. Виктор Фиксович, в продолжении того, о чем вы говорите, вот вы только что сформулировали ваше отношение к происходящему в Москве, довольно прямолинейно. Вот у меня складывалось ощущение все последнее время, что российский бизнес, частью которого вы являетесь, как ни крути, он отмалчивался. Вот в Москве происходят события, а никто, вот серьезные, большие люди, мнения которых очень интересно слышать, сидят молча. Это потому что все ждали, чем дело кончится. Ну подождите, у нас есть большой бизнесмен, господин Прохоров, ну разве он отмалчивается? Ну его недостаточно. Почему недостаточно? С чего это же надо начинать? Весь класс бизнесменов не представлен. Ну, слушайте, чтобы все должны с троим пойти в кандидат президента, друзья, мы на самом деле... Или выйти на Болотную, или выйти на Поклонную, или высказать свою позицию, хотя бы в телеэфире. Вот я высказываю свою позицию в телеэфире. А кто более симпатичен? Люди на Болотной или люди на Поклонной? Знаете, честно скажу, вот... Честно говоря, вот так, как это выглядело, вы уж меня простите, ни те, ни другие. Отвечу, почему. Вот я, как ни странно, с удовольствием смотрел ваш репортаж во время событий на Болотной площади. И ваши корреспонденты стояли на улице и брали интервью у, так сказать, граждан, которые, соответственно, двигали. Не знаю, помните ли вы, нет. Там был такой персонаж, такой танк, который, молодой человек, ходил там. И когда его спросили, там вопрос, ну, прокомментировал как-то свое замечательное изобретение насчет танка, его задали вопрос, а как вы насчет вообще политической ситуации? И вот ответ был следующий, ну, по крайней мере, я его так услышал. Сказал, знаете, я вообще-то боялся до этого, а так сейчас вышел. Прикольно. Здорово, так можно походить, тут народ хороший, там пообщаться. Вообще весело. Это говорит о том, что мы, оценивая эту ситуацию, в значительной степени, ну, извините, придаем ей излишний характер. Важно то, что люди почувствовали определенную свободу, не придавая какого-то особого значения своим политическим последствиям. И это замечательно. Люди почувствовали себя свободно, что можно выйти, продемонстрировать. Но если говорить серьезно, это не прикольно. Это очень ответственное мероприятие. Это же 1 из 100 тысяч, условно. Ну, поверьте, вот, так сказать, среда и даже реакция ваших корреспондентов была на это именно такова, что вот он тут правильный персонаж. То есть вы не склонны слишком драматизировать и слишком всерьез к этому относиться? Нет, я просто говорю о том, что мы, знаете, все же по спирали. Там сегодня люди, которые выходили в 91-м году, а я там был, они уже сегодня немножко другие. Сегодня выходит другое поколение. И 20 лет мы этого не делали. Ну, и замечательно. Ну, и хорошо. Пускай человек начнет об этом думать. Пускай почувствует себя свободно. Будет понимать, что там, условно говоря, ему за это ничего не будет. Ну, и здорово. Нагорное мне спикеры не понравились категорически. Но это было просто... Народ нормальный. Туда приехал такой же российский народ, как и весь остальной. Ну, и устраивать вот из этого такие, я бы сказал бы, излишне политизированные дебаты, мне кажется, чревато конфликтами. А вот это точно никому не нужно. Здесь, к сожалению, мы должны поставить точку, потому что наше время подошло к концу. Я благодарю нашего гостя Виктора Виксельберга, президента фонда Сколково. А также благодарю моих коллег Юлию Федоринову, Михаила Зыгарева, Максиму Кошелинскому и Юлию Таратуту. Меня зовут Тихон Зитко, программа Hard Day Знает. И напоминаю, что буквально через полминуты небольшой постскрипт от нашего гостя не переключайтесь. Я хотел бы поблагодарить телеканал «Дождь» за, я считаю, очень содержательную программу, с моей точки зрения. Я услышал много неожиданных вопросов, комментариев. Но меня просили высказать свое мнение о программе в целом. Я выскажу пожелания. Я понимаю, очень трудно быть профессиональным во всех вопросах. Но вопросы, которые являются темой передачи, если они содержат в себе некоторую специфику знания, наверное, нужно как-то чуть больше корреспондентам погружаться для того, чтобы разговор был чуть более содержательным. Потому что мы потратили много времени, мне кажется, не ответили на многие вопросы, которые остались за кадром. Второе, с учетом того, что часть нашей дискуссии касалась несколково, а, я бы сказал, в большей степени политической ситуации у нас в стране, ну, не могу ускорить, что чувствовалась определенная предвзятость или определенные предпочтения. Ну, наверное, если это допустимо для индивидуумов, граждан, ну, наверное, это не совсем правильно. Для ведущих, которые должны стремиться быть максимально удаленным и не персонифицировать и не переносить на зрителя свое личное мнение. А так все здорово. Удачи вам и успехов! Субтитры сделал DimaTorzok